Итак, господа, давайте продолжим. Вот мы с вами разобрались. Обратите внимание, мы здравующий пункт с вами проделываем. От молекулярных и клеточных основ до уже механизмов, моделирующих работу целых блоков нервной системы. Так, до регуляции некоторых действий, имеющих собственный биологический смысл. Вот мы немножко посмотрели, как это делается. А вот теперь давайте вспомним, что я говорил, что в биологии очень часто оказываются адекватными сравнения, как ни странно, с филологией и лингвистикой. Так, вот у нас есть русский алкоголь. Используя буквы этого алфавета, можно написать разные слова? Да. Можно. Это будет следующий. И слов уже по другим правилам. По правилам грамматики. Можно составлять разные фразы? Да. Можно. Отлично. То есть морфология описывает сотворение слова, грамматика описывает сотворение фразы. Комбинируя разные фразы. Можно написать «Оду высоким шпием». Да. А можно написать «Матернический шпием». Да. Можно написать «Бухгалтерский отчет» по финансовой, допустим, там, дисциплине за текущий период. Да. Можно. А можно написать «Раду». Да. Вот это уже следующий уровень. Здесь одной грамматики недостаточно. Здесь стилистика, поэтика и так далее. Вот точно так же и биология. Есть молекулярный уровень организации, есть веточный. Так. Есть уровень организации конкретного действия, а есть еще более высокие и более высокие уровни. Вот мы с вами сейчас на следующий этаж, на тот уровень, где работают уже не физиологи, где начинали работать психологи. Мы сейчас с вами посмотрим, попробуем найти ответ. Вот на какой вопрос. А каким образом нужно научиться чему-то новому? Вот сколько разных способов научения, не только для человека, а вообще для живых существ, в природе есть. И как вы не сегодня, а завтра увидите, на самом деле число таких способов, так, отнюдь не безграничено, а очень граничено. Так. И начнем мы с вами с первого и базового. Такая действительно база, это то, из чего всего остального просто не бывает. Так. Такой базовый простейший способ называется «проба и ошибки». Итак, наша тема, с которой мы начинаем возиться – «способы научения». То есть обладевания новой формой поведения. Первый базовый исходный способ – «проба и ошибки». Он был в начале 20 века экспериментально исследован зоопсихологами из немецкой психологической школы «Гештальт», «Гештальт-психология». Метод работы. Проводил работу дяденька Тарн-Дайк, ну, фамилию не обязательно запоминать, а использовал он очень простой, но необычайно информативный метод. Такой метод предложил другой, тоже пишет, психолог, дяденька «Скиннер». Называется этот метод «проблемный ящик» или «ящик скимнера». Как выглядела эта экспериментальная ситуация? Ну, во-первых, я говорю все это просто как не знаю что. Ящик скимнера – это достаточно большая коробка, прочная. Ну, либо из прочного дерева, либо сваренный или склепленный из металлического уголка. Стенки затянуты сеткой, потолок, пол тоже сетчатый. Ну, вот, куда бедно, что-то подобное объемное получилось. Да? И в одной стеночке этой сетчатой клетки, дверки, дверки на петлю, закрыт на простейший замок, ну, допустим, просто на крючок. И тебе понятно? Да? Главное. Все стенки затянуты сеткой. Хорошо. Берем дикую помощную кошку, так, и засовываем в этот ящик. Как повышено. Вот вы кошку отловили, она там лежит, ищит, отбивается, засунем в ящик, ей там уютно. Она в новом месте, ей на свое помощь хочется. Что она пробует сделать? Выйти. Выйти. Так? А рядом сидит злобный зоопсихолог и, используя метод сплошного этографирования, записывает все, что делала кошка. Так, по секундам. Кошка. Первоначально. Пробует разодрать сетку когтями. Сетка стальная. Не выходит. Пробует прогрызть сетку. Не выходит. Пробует забраться по сетке и уйти через потолок. А там тоже сетка. Не выходит. Пробует сделать подкоп. Не выходит. Не выходит. Не выходит. Пробует разорвать систему в углу. На самом деле любой угол, любой стык плоскости, это всегда информационно насыщенный участок. Так, все поиски новых решений, скорее, будут не вокруг плоскости, а вокруг угол. Но в данном случае угол у нас надежно проваленная проклепанная. Ничего не получается. Пробует просто протаранить сетку массы тела. Затай Бог дай. Ничего не получается. То есть на этом первом этапе что делает кошка? Кошка использует весь арсенал уже имеющихся у нее поведенческих приемов. Но вот она до этого в своей жизни не училась делать то-то, 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 то-то и еще. Вот она пробует в неизвестной для нее ситуации применить этот арсенал. Ничего не получается. То есть идут пробы, и эти пробы сопровождаются ошибками. Ошибочная пробы – это какая пробы? Пробы, в результате которой необходимый результат не достигается. Хотя я это немножко подправил, потому что они будут слишком перепушены. Так, хорошо. Ну а дальше, поскольку кошка там бьется внутри клетки, скажите, пожалуйста, с нулевой или не нулевой вероятностью она когда-нибудь случайно заденет крючок? С не нулевой. С не нулевой. С не нулевой. Задел крючок – что произошло? Ага. Дверь открылся – она после чего? Задача решена. Угу. Как положено, если в следующий раз, ну кошку накормили, там распокоили и так далее. Она немножко пришла в себя, через некоторое время ее опять сюда засунули. Она помнит, как она решила? Нет. Нет. Теперь у нас следующее. Сидите вы у себя дома и занимаетесь чем-то для себя лично, очень важным. Родители пока вас не видят, и вы изо всех сил там вырабатываете. Все чудесно. А в это время что-то хлюкнуло, взрякнуло, и вы оказались на борту летающей тарелки, вас похитили маленький зелененький человек. Ага. Вы начинаете орать – мама, папа, господин президент, полиция, спасите меня. Начинаете биться о стены, начинаете пытаться выйти из незнакомой для вас строительства. На определенном этапе что-то опять хрюкнуло, взверкнуло, и вы оказались на месте. Вы точно помните, что вы делали, так? Значит, в тот момент, когда вас перенесло. Нет. Нет, конечно, и кошку тоже не помню. В новой неизвестной ситуации, когда вы действуете не согласно определенному плану, а случайным образом, запомнить вот такой удачный вариант просто невозможно. Хорошо. Но что можно запомнить? Вот так-то важно. Какое место? Место. 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 Активность в какой части клетки привела к решению задачи? В части клетки удаленной от дверки или приближенной от дверки? Приближенной от дверки. Поэтому на второй пробе, так, что произойдет? Может быть, если бы это ровно те же самые случайные действия, только распределяют их по всему объему ящика или нет? Нет. Активность оказывается смещена в сторону дверки. В результате, что можно сказать о времени поиска решения в втором случае? Быстрее. Быстрее в два раза. Да. Ну, не обязательно в два раза. Но он ускоряется. Понятно, в какой причине? Да. Пространство поиска сократилось. Отлично. При третьей пробе, как будет выглядеть пространство поиска? Значит, пространство поиска еще более конкретизируется. Район дверя. В результате, что со временем обнаружение решения? Еще уменьшится. Еще уменьшится. Четвертая проба. Уже на окружающей детали внимания нет, все внимание концентрируется на дверь. Ищем решение задачки вот здесь. Так, что со временем решения? Еще быстрее. Еще быстрее. Пятая проба. Фиг снизь дверью. Уже поняли, что дело на самом деле в крючке. Что со временем решения задачки? А он совсем не манкий. Именно так. Шестая проба. Отработка конкретного движения лапой для открывания крючка. Просто тренируемся. Уже решили, что все дело в крючке. Так. Тренируем то движение, благодаря которому крючок проще всего открывается. Попробуем смести эти данные на график. Так. График будет вот как устроен у нас. Вот это номера проб. А вот это время решения. Прежде всего, можно заранее предположить, сколько времени займет первое решение. Нельзя. Нельзя. В том-то и дело, что время первого решения удачного вещь совершенно случайная. Случайная, задельная. Допустим, время первого решения у нас сказалось вот такое. Но вот уже про второе решение можно сказать значительное движение. Оно ниже. Да. Время второго решения должно быть ниже, чем время первого. Время третьего. Еще меньше. Еще меньше, чем время второго. Четвертого, пятого, шестого. Кошка наконец отработала движение. Открывание. Отлично. Ваше предположение. Как дальше пойдет эта графика? Я продолжаю проводить эту трогу. Ага. 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 А дальше график пойдет двух. Почему? Ага. Почему? Окошка уже научилась решать эту задачу. Ее засунули в клетку, а она легла и засунула. Почему? Потому что она знает, как из нее выйти. Когда нужно, тогда и выйти. В результате время выхода становится величиной определенной или случайной, зависим уже от желания Бога. Ага. Да. Вот это время определяется уже не научением. Научение произошло. Угу. Хорошо. Покопались в закономерностях формирования поведения, нового поведения, то есть решения новой поведенческой задачи по принципу пропажи. Что здесь самое главное? Что у нас в базе? Что является тем арсеналом, который используется для решения? Ну, метод. У нас все шума нет. Да. То есть вся сумма поведенческих приемов, которая до этого существовала. Так? И случайным образом пробуем применить все, что мы когда-то умели делать. Ситуация новая, мы не знаем, что здесь надо. Так? Глядишь, что-нибудь поможет. Так? При этом первое решение возникает закономерно или случайно? Случайно. 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 А вот дальше можно прощевывать некоторую закономерность. После того, как случайно попали на первое решение, дальше некоторая закономерность появляется. Хорошо. Так вот, такой метод работы лежит в основе, на самом деле все формы научения абсолютно. Так? Значит, этот метод прошивает любые задачи. Но у него есть одно отвратительное свойство. Первое, да. Даже не время, а степень рискованности. Это вы, городские детеныши 21 века мегаконечной культуры, считаете, что обучение – это что-то такое залудное, что требует от вас родители и так далее. Вы понимаете, что обучение – это самое рискованное, что есть на свете. Научение нового. Так? Значит, берем нормального живого зверя, который столкнулся с неизвестной для него ситуацией и начинает работать… Так? Ситуация для него неизвестная. Так? Начинает работать перебором, пробными ошибками. Чем, скорее всего, кончится его эксперимент? Травмы, смерти, большие неприятности. Особенно, если таким образом учится детеныш. Почему для детеныша риск особенно влияет? А не краткий. А что у него с объемом инструментарием? Малый. А он же крайне ограничен. Так? У него очень мало приемов воздействия. И если ситуация по-настоящему новая, так? То с какой вероятностью он случайным образом попадает на адекватное воздействие? Всего. Исключительно низко. Исключительно низко. Поэтому этот метод обладает гигантскими рисками. То есть научиться в конечном итоге можно по всему, так? Но просто на 10 тысяч экспериментировавших выживет один. А остальные в ходе экспериментов пострадают, погибнут, вот исключены из размножения и так далее. Вообще метод базовый. Давайте попробуем предложить какую-нибудь другую систему, снижающую риски. Тоже учимся новой форме поведения, но так, чтобы по возможности не очень всказать. Учимся у других. У других. Гениально. Метод называется подражение. Федька из соседнего подъезда научился очень классно. Ну, я не знаю там, что делать. Кратить. Не важно, что. Ну, вот так у него получается, никто так не нужен. Так? Хорошо. Прыгать с второго этажа. При этом Федька вышел. Поломался. Да? Вот все остальные, кто пробовал это сделать, да? Поломались, там лежат где-нибудь. Поэтому мне учиться нельзя. Их просто нет. А Федька такой хитрый прыжок лосося боевой, да? Что вот падаешь, не разбиваешься. В данном случае лично я, так? Должен ли я путем проб и ошибок отрабатывать прыжок лосося? Нет. Я могу смотреть, как сделал этого Федька. Так? И тренировать его элементы, так? И потом взял и сам круг. А как? Подражение. Чудесно. Подражение действительно снижает риски. Но если бы все. Ничем не взяли. Вещь, которая городскому тинейджеру в голову не приходит. Скажите, пожалуйста, каждый ваш поступок имеет одно единственное следствие или нет? Нет. 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 Ясно, что, что бы вы ни сделали, так? На самом деле вы каждый раз выбираете не одно следствие, так? А целую систему возможных последствий в вашей жизни. Причем все ли эти последствия проявятся прямо сразу после того, какой свой шерепост? Нет. Нет. Некоторые через полгода, некоторые через год, а некоторые через десять лет. Так? Мы знаем, что Федька после прыжков в лосося выжил. Выжил сейчас. Так? Но вдруг при его приземлении суммируются, допустим, вибрационные травмы печени. Каждый раз это очень небольшая травма. Но ежели так прыгать, что с печенками? Палец. Ага. Да. Причем, когда они уже начали отваливаться. Можно ли этот процесс остановить? Нет. Поздновато. В результате я начал подражать тогда, когда отрицательные последствия этой формы поведения просто еще не проявились. В результате от всех рисков я себя защитил за счет подражательного поведения. Нет. От каких не защищают? От отдаленных. От отдаленных. Именно по этому механизму транслируется наркомания. Сейчас очень сложно представить себе подростка, который бы не слышал, что наркотики вредны. Ну, слышали все. Так в уши все вообще прожужжали. Ну, объясните тогда, с какого перепуга каждый год вообще, как склянки отбиваются, в каждом новом поколении подростков рекрутируется новый наркоман. С чего? Все знают, что это плохо. Вредно, смертельно, опасно, разрушительно. Откуда их берется? Ну, они пробуют, а потом не умывают. Почему пробуют? Они же знают. Они подражают. Интересно. Они думают, что они подражают. Ах, да. Даже не в интересе дела. А дело в том, что тот же самый Федька из третьего подъезда. Да, взрослые, конечно, говорят, что это плохо, это вредно и так далее. А вот Федька травку курит, и он какой здоровущий. Да? При этом парни его уважают. Девицы на нем виснут. Он самый крутой во дворе авторитета. Так? Ну, мало ли что там говорят взрослые. У взрослых, конечно, это свой мир. Так? А вот в нашем настоящем таком крутом подростковом мире оказывается, что травка вовсе никакой не вред, а наоборот, человек очень крутой. А то, что у Федьки через 5-6 лет печень отворился, подростку в голову не приходит. Потому что он просто не может себе представить, что такое 5-6 лет. Дело в том, что... Попробуйте у себя проверить. Есть такое представление психологии об активном времени. Что такое активное время? Это то время, на которое вы можете реально заглянуть вперед. То есть вы можете сказать, что я знаю, что через год со мной будет то-то и то-то. Вот это ваше знание на ваши реальные поступки как-то влияет? Да. Никак. Ровное. Понаблюдайте за собой. Понаблюдайте за собой. Скажите, пожалуйста, вы что, не знали, что в конце года у вас будет экзамен? Что, не знали? Знали. А это от воли зависит. Скажите, пожалуйста, это знание, а то, что не сдавший экзамен человек подвергается репрессиям, жить ему хреново и так далее. Вы что, это тоже не знали? Да. Вы не знали этого? Отвечать на вопрос. Знаю или не знаю? Знаю. Знаю. Ага. Это знаемая информация, хоть как-то в течение года на вас влияла, когда она стала на вас влиять? Последние четыре дня. Последние четыре дня. Какое активное время у вас? Четыре дня. Т.е. реально, будущее вы себе представляете на четыре дня. Ну, это не все будущее, а так вот, кстати, мы знаем. Нет, милые мои. Если вы проследите влияние любой другой информации, вот вы знаете, что через некоторое время с вами будет что-то. И вы знаете про это что-то все совершенно. Влияет ли это знание на ваше реальное поведение? Никак. Вы начинаете дергаться только, когда события подходят близко. Ну, это же не все люди так. Еще раз. Так же люди не все? Не все. Конечно, не все. У кого-то активное время шире, у кого-то активное время хуже. Ясно, что у маленьких детей активное время совсем короткое. Я отлично помню, как моя любимая молодая дочь Машка, которая ныне там продвинутые специи и там подобное, да, возраст четыре года, обидевшись на кого-нибудь, говорила, все, я тебя никогда не прощу, завтра прощу. Никогда и завтра для нее были синонимы. Значит, завтра это настолько далеко, что это вообще совершенно то же самое, что никогда. Да? Да? Поэтому, возвращаемся к отдаленному последствию поступок при подражании. Да? Подросток может знать про наркотики, но влияет ли это хоть каким-то образом на его реальное поведение? Нет. Это будет никогда, то есть через несколько лет. Скажите, пожалуйста, а после того, как у самого подростка, который через подражание научился данной форме поведения, после этого у него у самого возникли проблемы с печенью, почками, регуляцией поведения, половой системой и дальше по спичечкам. Вот тогда вмешиваться и лечить пора или не пора? Нет. Поздно. Ребят, поздно, поезд ушел. Так? Значит, в результате обучение через подражание имеет, конечно, меньше рисков, чем пробы ошибки, но не является абсолютно безопасным. Потому что от отдаленных ошибок оно все равно не гарантирует. Хорошо. Третью форму берем. Берем несколько разных подростковых комьюнити. Ну, почему я о подростках говорю? Потому что тема вам просто ближе. Если я начну говорить о каких-то, например, крюринге, лесно-смомликах и так далее, вы себе представить не можете. Ну, а подростковую жизнь более-менее представляете. Берем несколько разных подростковых сообществ. Не важно, общаются они в реале или виртуале. Ну, это может быть какая-нибудь там команда сетевая. Здесь не важно. Важно, что они общаются и они считают себя сообществом. Отлично. Вот одно, вот второе, вот третье, вот четвертое, вот это. Скажите, пожалуйста, если это разные сообщества, они должны чем-то отличаться друг от друга или они все одинаковые? Да. Должны совершенно. А тем более для подростков, которые только учатся входить в мир социальных отношений, очень важно ощущать себя членом именно своей стаи. А для этого своя стая должна ярко отличаться, вот так заметно отличаться от остальных стаи. Отсюда. А отсюда вся эта внешняя гиполика, да? Длинные волосы. Вот хиппи, хайратники, полоски, так, ксивники, сумочки, значит, фенечки и так далее. Кстати, вся хиповая символика, на самом деле, что только культурная символика, откуда она берется, она всеговорящая. Это только кажется, что вот взяли и случайно, и так, чтобы было красиво, и так далее. На самом деле, это все сообщения. Это все информационно нагруженные вещи. Так? Ну, на первом классу значений позволяют отличать, допустим, хиппи от панков. От панков, от скенхедов. А скенхедов бываем идущих вместе, и там идущих впереди или рядом, я не знаю, где они там идущие. Так? Значит. Хорошо. Вот есть внешняя видимая символика и тоя. Приобшусь к своей стороне. Я вот здесь. Захипно. Отлично. Ну, если уж так, то да, я, собственно, из первой хипповой системы в свое время хорошо знал Солнце, Бурова, Сенчин, Гаршика и так далее. Вот нас осталось от тех времен очень немного. У меня есть там парочка работ по символике и языку хиппи, в частности. Сейчас совершенно уже закрытая штука – язык фенечек. Значит, дело в том, что любая фенечка – это говорящая вещь. И в старой системе покупать фенечку была совершенно деревянная железка, невозможная вещь. Фенечка только делается. Причем не для себя. Фенечка делается для того, чтобы подарить ее другому. И только так. Ну, покупать фенечку – это примерно то же самое, что купить немножко совестно. Так? Ну, вещь абсолютно невозможная. Основу языка фенечка или каких-нибудь вот этими байками из того времени могу вас снабыть. Этого у нас есть. Давайте к нашей теме. Итак, в рамках разных словущих возникают разные системы ритуалов, разные системы обычаев, разные системы ценностей, разные системы приоритетов. Так? Не потому, что кто-то хороший, а кто-то плохой. Не потому, что кто-то правильный, а кто-то неправильный. А потому, что они просто должны отличаться друг от друга. Вот эта идея ясна. Мы оценок, как в школе, не ставим. Не говорим, здесь хорошие, здесь плохие. Не так. Мы говорим иначе – разными. Так? Хорошо. Есть у нас разнообразие разных форм действий. А учтите, механизм обучения этим своим новым формам действия какой? Как учатся вести себя, допустим, как панк? Опять подражательные. 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 Отлично. Подражательные механизмы имеют более низкие риски, но блокируют ли они долговременные последствия? Да. Не, не блокируют. Подражательные не блокируют долговременные риски. В результате эти компании выросли, стали взрослыми, пробуют завести свою семью. И в этой семье родить детей. Так? Скажите, пожалуйста, системы ценностей, обычаев, обрядов, ориентировок, способов общения, во всех компаниях разные. Значит, с одинаковой вероятностью это сделает возможным вообще образовать устойчивую семью. Вот так, чтобы сошлись два человека парень, так желательно все-таки мужчина с женщиной, потому что в противном случае никто не родился. Значит, и желательно, чтобы не на 20 минут и даже не на 2 месяца, а на какой-то более длительный срок, чтобы воспитать ребенка. Так вот, зависит ли вот эта судьба их как семейных людей от вот этого подросткового стажа? Нет. Нет? Да, зависит. Еще как зависит. А в результате вот здесь и появляется хорошо и плохо. Хорошо и плохо это не то, что говорят взрослые. Хорошо и плохо вот эти оценки, там двойки или пятерки, ставят не взрослые. А что ставят? А жизнь ставят. Что в данном случае является пятерки? Если это нормально. Что такое нормальное? Как все. Это не соевое. Распособность хорошо. Показывайте. Для взрослого человека. Ребята, люди это живые существа или нет? Живые. Вроде как живые. Главнейшая задача живого черта с двами. Показывайте. 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 Продолжить род. Вот, ребят, европейская культура 21 века зациклена на себе самым любимником. Самое главное, моя свободная личность. А во все остальные времена и во всех остальных культурах была ли свободная личность человека самым главным? Нет. Нет. Родовые ценности важнее. Многократно важнее судьба рода, многократно важнее моей личной судьбы. Так? Я, опять же, не ставлю сейчас оценок, что лучше, что хуже. Я констатирую ситуацию. Просто сухая констатация фактов. Так? Что будет с культурой во времени? Что будет с культурой? Где наивысшая ценность, личная благополучие или, как сейчас очень любят говорить, комфортность отдельной личности. Не судьба рода, не, допустим, благополучие детей, а личное мое любимое благополучие, мой любимый комфорт. Скажите, а сейчас эволюция какими временными промежутками меряется? Напомните. Поколениями. Отлично. Ну и что будет с культурой за десяток поколений? Где мы детей поплевываем, а самое главное, чтобы мне жилось хорошо. Ухудшается. Да ну не ухудшается, она замеряет. Она перестает быть. В чем дело? Дело в том, что культура штука хитрая. Ее надо передавать из поколения в поколение, и это вам не генетический механизм, который автоматически переписывает информацию. Для передачи культуры необходимо общение, необходимо общие ценности, необходимо вхождение в контекст данной культуры. Так? Нет. Значит, а это все требует ли личностных затрат? Нет. Угу. Еще бы. Еще бы. Именно эта ориентация была всегда тысячелетиями самой главной в любой культуре. Сейчас все съехало. Так? Главное, моя свободная личность, у детей тоже свободная личность, и родители с детьми в суду выясняют свои отношения. Дети подают на родителей в суд, родители подают на детей в суд. Все чудесно, правовые отношения. Не вот эта мракописия традиционная, а правовые прогрессивные отношения. Все очень слабо. Ага. Ну и давайте смотрим. Вот у нас несколько структур с разной системой внутренних ориентиров ценностей. В некоторых из них хотя бы не противоречат сильным ценностям, а в других противоречат. В некоторых не наносится существенный вред здоровью, а в других наносится. Вопрос. Когда выросли и стали взрослыми, так? У членов каких структур выше шанса родить и воспитать детей, передавая им свою систему знаний, ценностей и так далее? Теховные противоречия. Отлично. Отлично. Не потому, что они хорошие, но просто в этой структуре оказалось, что принятая система ценностей этому не противоречит. Отлично. Вот эти передают. Вот эти не передают, эти передают, но хуже. Значит, это не значит, что очень все умерли. Это значит, ну, во-первых, там может быть и принять, конечно, риски для здоровья, просто никто не родится без плодия, ради бога, но это все-таки случай редкий. Важно, что у этих ребят нет контакта с собственными детьми. А это значит, передать ту систему знаний, которая сам наработал в течение жизни, адекватно, можно или нельзя? Нет. Нельзя не передаваться. А вот здесь есть. Смотрим, в чем приведет. Как по-вашему, чему будут учить детей родители? Тому, чему научились сами, когда были подростками. Согласны? Да. Согласны. А теперь смотрим. Именно эта система позволяет сохранять и передавать дальше всю базовую систему знаний. Так, в результате, из поколения в поколение, народ – это естественный отбор. Вы понимаете, неадекватные формы, которые не передаются в поколение, что с ними происходит? Еще за адекватные, которые передаются из поколения в поколение, борются. При этом, будет ли эти традиции передаваться в неизменном виде? Нет. Нет, конечно. Каждое поколение что-то новое вносит. За счет чего новый материал получается? За счет личных проб и ошибок, за счет личных подражений. Так? Но, вот это новенькое, третье, это уже не просто подражает. Это направленное на учение. Итак, первый уровень – проб и ошибки. Второй уровень – подражание. Третий уровень – направленное на учение. Или вертикальные связи. Почему вертикальные? Во времени вертикальные, от поколения в поколение. Чем вертикальные связи отличаются от первых двух методов? В смысле, рисков. Они проверены. Они проверены. Они проверены от Бога. Да. Угу. Проверены, причем, даже на долгосрочные последствия. Так? А вот подражание можно ли проверить на долгосрочные? Нет. Непроверяемо. Итак, мы получаем вот эту систему трансляции знаний во времени, которая лежит, на самом деле, в основе любой культуры. Ну, строго говоря, есть хитрый четвертый метод получения новых знаний. Если согласитесь задержаться буквально на две минуты, сегодня его покроем, поскольку вы сейчас разогреты и вроде еще не станете. Ага. Метод хитрый доступен далеко не всем. Только живым существам с максимально развитой нервной системой. и, соответственно, с максимально развитым поведением. Ну, и, предположительно, с максимально развитой психикой. Так? Впервые налетели и исследовали этот метод обучения, извините, метод решения задачи. Так? Те же самые пештальтисты. Мощная была школа, психологическая пештальт-психология. Так? Значит, дяденька Пюрлер. Его знаменитые эксперименты с молодыми шимпанзеями. Так? В нашей литературе, в России, эти эксперименты описаны, правда, почему-то, под названием эксперименты Павлова. Ну, да, Павлов повторял эксперименты Кюрлера, примерно лет через двадцать после Кюрлера, когда уже во всем мире много-много раз повторили. Ну, для того, чтобы посмотреть, как это все бывает. Так? Но у нас умудрились очень избирательно забыть, что Павл был только не первым. Так? В сути эксперименты, в общем, Кюрлер смотрел, а могут ли детеныши шимпанзе и вообще шимпанзе использовать орудия для решения своих поведенческих задач. Это классический эксперимент. Шимпанзенок сидел в вольере. Стенки вольера не из сетки, а из прути, стальной прути. Так? Прути стоят на таком расстоянии друг от друга, что руку выяснить можно, а вот пролезть нельзя. Так? Крыша такая же противая, остальных против. Пол бетонный. Так? Вот такая вольера. Здесь простор недостаточно. Здесь поврик. Ну, потому что спать шимпанзенка на бетонном полу даже на кубе не стоит. А эксперимент это как раз Кюрлер на кубе проводил. Отлично. Задачка была построена следующим образом. В клетку шимпанзенка бросали палку. Он некоторых дней с ней играл. То есть он знал, что палка у него в клетке есть. Все классно. А потом клали яблоко на таком расстоянии, чтобы рукой не дотянуться. Шимпанзенок хочет яблоко, пробует решить задачку. Он подходит сюда, протягивает руку. Не получается. Протягивает ногу. Нога еще короче. Пробует раздвинуть крути. Не получается. Пробует выйти через потолок. То есть что он демонстрирует в этом случае? Свои навыки. Свои навыки. Какой метод решения он пробует применить? Естественно, он пробует применить пробу ошибки. Так? Значит, мечется вот в этой зоне. Почему не по всей вольере? А здесь источник, стимулирующий поведение, находится в вполне определенном месте. Поэтому активность не размазывается по всему адресу. А дальше картинка оказывается фантастическая. Вот шимпанзенок подрыгался, подрыгался, подрыгался некоторое время. У него ничего не получается. Так? И может показаться, что он вообще утратил интерес к происходящему. Отошел и сел. И дальше все зависит от того, как он сел. Вот если, допустим, палка в этот момент бежит в этой части вольера. А если шимпанзенок сел сюда, вот здесь, он задачку не решит. А если шимпанзенок сел сюда, то он задачку решит. Причем, как это будет выглядеть? Вот он здесь долго делал попытки, ничего не получилось. Отошел, сел. Посидел две минуты. А дальше, без всяких попыток, у него есть готовое решение. Подошел, взял палку, высунул ее. И при помощи палки притянул яблоко внутрь плетка. Такой способ решения называется инсайт. По-русски, однократнее всего перевести озарение. Это основа творчества. Не понимал, не понимал, не понимал. Бабах умел. В какой-то момент все целиком, картинка замкнулась. Почему важно, в какой позиции сидит? Она сидит здесь. У него в зрительное поле не попадают одновременно три вещи. Вы посмотрите, как складывается любая поведенческая задача. В любой поведенческой задачи. Ну вот, есть живое существо, которое чего-то хочет. Есть объект его желания. Да, есть объект его желания. И для того, чтобы сложить сильно проблемные ситуации, не просто ситуация удовлетворения желания, а возникла задача. Должен быть еще один элемент препятствия, преграда. Что является поведенческой задачей? Это обнаружение способа достижения желаемого, несмотря на данную преграду. Так? В данном случае, что является желаемым? Яблоко. Что является преградой? Яблоко. Решетка клетки. Так? Так вот, если яблоко, преграда и способ решения находятся в одном зрительном поле, когда шимпанзенок сидит здесь, он видит вот так. Вот его поле зрения. Все участники игры у него перед глазами. Он может скомбинировать их и получить решение. Но когда он смотрит вот так и видит только преграду и желаемое, если повернулся вот так, он увидел способ, но он не видит желаемого. В результате этот способ как-нибудь у него связывается с желаемым? Никак. Вот такая организация мыслительных процессов называется зрительный или визуальный интеллект. То есть задачка решается в зрительном поле. Как математики вы должны знать. Есть люди, у которых не лады с аутброй, зато отлично с геометрией. Они видят решение. Они, там, им сложно провести исчисление точное, математическое. А вот глазами решения они видят. Бывает обратный случай. Когда человек для того, чтобы получить решение, должен действительно провести последовательно все вычисления. Он не видит решение. Так? Знаете? Вот такого последнего аналитического способа мышления у человекообразных приматов нет. У них весь интеллект визуальный. Задача вся со всеми необходимыми компонентами в едином зрительном поле. Она может быть и пшена. Если чего-то не хватает, решения не будет. Так? Вот это основные особенности инсайтного решения. Какие по проявлениям особенностей инсайтных решений? Если решение найдено непробными ошибками и неподражанием, то у такого решения оказывается широчайший перенос. А это значит, такой способ можно использовать не только в этой ситуации, а во всех схобах. Так? Служители-зверинцы на кубе взялись за головы. После того, как шимпанзиаты научились использовать палки для доставания ягод. Ну, потому что функциональные бакеры для обезьян. Между ними бетонные дорожки, по которым служители разводят пищу. Так? Шимпанзеты научились использовать палки в эксперименте для обезьянки ягод. Подстилка у них есть? Есть. После этого они скатывают подстилку, получают из нее такой валик жесткий. Так? И когда служитель везет мимо тележку, они этим валиком по тележке так шарат. Что происходит с ягодами, бананами, орехами и всем прочим? Рассыпаются. Рассыпаются из шимпанзета с восторгом, накрепают в себе все, что повкуснее и побольше. Использовали проволоку, которую выматривали из сетки. Для того, чтобы такие удочки сделать, при помощи которых их тоже так забрасывали, притягивая все, что им нужно. То есть, когда один вариант решения на сайт найден, на подобной ситуации, при том, что детали поменяют, возможно перенос. Вот в этом принципиальное отличие от пробы ошибок. Пробы ошибки в Сидорусске конкретные. Я научился конкретному действию, конкретной ситуации. Инсайт дает широкий веер. Отлично. Все, за сегодня мы сделали очень много, устали, отнимают. Отлично.